Друзья, всем привет! С вами Валера Вред, вы на канале Rockfish TV и сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком удилище от компании Favorit под названием Рецептор. С этим удилищем я знаком довольно давно, уже наверное около трех лет. Это вторая моя палка в немного другом тесте. Сперва у меня была тестом 4,16 грамм, сейчас у меня тестом 3,12 грамм. Но я хочу их объединить в один обзор, потому как по мере использования я понял, что они по мне как приблизительно одинаковые. Производителем заявлено здесь применение двух материалов с плотностью 36 тонн и 40 тонн с использованием препрега от компании Torei. Кольца на данном бланке стоят от компании Fuji, KRK концептор с удлиненными ножками. Фурнитура на бланке, катушка-держатель тоже от компании Fuji. Гайка-катушка-закручиватель имеет заднее крепление. Кому это бывает удобно, кому не очень, мне в принципе все равно. Одинаково нравится и задний момент крепления, и передний. При хвате бланка палец, ну мой по крайней мере палец, слегка достает бланка удилища, что повышает сенсорику. Но мне, например, не очень удобно. Мне бы хотелось, чтобы ручка была немного короче и палец более лежал на бланке. Катушка-держатель на бланке выполнен из материала Evo. Здесь нет вообще пробки. Здесь и грибок из Evo, и сама рукоять из Evo, что в условиях моря вполне себе комфортно. Я бы даже сказал, этот вариант более удобный, чем пробка, потому что за пробкой довольно геморройно ухаживать в условиях солености морской воды. Бланк удилища выкрашен в темный цвет. Хлыст серого цвета для визуального контроля поклевки в темное время суток, либо на фоне темной поверхности воды. Чехол у рецептора выполнен из очень плотного водонепроницаемого материала, разделен на два отсека. Чехол сделан на липучках, что является очень удобным решением. В таком чехле не так страшно возить удилище без турбуса. Спиннинги данной линейки отличаются сложным строем и высокой чувствительностью. Рецептор сконструирован так, что в нем достигнут баланс между мощным комлем, средней гибкой частью и живым кончиком, что позволяет делать дальний заброс, отслеживать по вершинке поведения приманки, а также совладать с крупным трофеем в стесненных условиях. С этим удилищем я знаком уже более трех лет и мне есть что о нем рассказать. Рецептор для меня служил универсальным инструментом как на море, так и на пресноводных водоемах. Вручал меня в поездках и ни разу не подвел за долгое время нашей совместной работы. На море я использовал его для ловли как донных, так и пилогических хищников. От ультрамелких весов, хоть и тест у него начинается от 3 грамм, и до значительных перегрузов. В последнее время я ловлю на него смориду, на веса от 0,8 до 1,5 грамм. Говорить о чувствительности в руку на таких весах абсолютно бесполезное занятие, но поклевка такой рыбы как сморида, а сейчас она очень голодная и очень активная, чувствуется в руку очень хорошо. И вываживание этой некрупной рыбы нагружает бланк и хорошо показывает его работу. Что касательно нашего любимого объекта ловли – ласкиря, вот тут рецептор раскрывался в полной мере. Заброс 3-4 грамм получался приличным по расстоянию. Строй спиннинга позволял легко просекать данную рыбу, а жесткость пасти, наверное, сравнима с судаком. Сложная средняя часть бланка позволяла не сливать бойкую рыбу и парковать ее после каждой успешной подсечки. Некоторое время я жил и работал в Москве, и с собой я прихватил туда именно рецептор. И так как в том месте, где я ловил, русловая бровка находилась довольно далеко от берега, достать до нее классическим джиговым монтажом не получалось. Вот там я использовал рецептор с отводным поводком на слегка перегруженной по верхнему диапазону оснастке и вполне комфортно ловил крупных окуней. Отлично палка себя показала и при работе с блеснами и пилькерами некрупных весов, на которые я отлично умудрялся половить пару сезонов нашего любимого саргана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подводя итоги, хочется сказать, что в условиях нашего региона, где ловля производится в основном в нижнем диапазоне весов лайтовых палок, рецептор показал себя отличным джиговым универсалом, применимым практически во всех сферах морской и пресноводной ловли, будь то классический джиг, всевозможные варианты разнесенных оснасток, ловля на блесны и пилькеры, дропшот с использованием террористской палочки и многое другое. В общих чертах, конкретно этот спиннинг ко мне приехал сравнительно недавно, но более трех лет я пользовался более старшей моделью, и сейчас мое задание проверить на прочность, на применение в наших условиях вот этой вот модельки длиной 2,60 с тестом 3,12 грамм. Сейчас у нас уже весна, просыпается наша весенне-летняя рыба, я планирую летом хорошенько упереться в ловлю именно данной модели удилища, я планирую ловить ласкиря, сейчас я очень надеюсь, что все-таки зайдет сарган, и я смогу его погонять по саргану, но основным объектом его ловли это все-таки будет летний ласкирь на небольших весах 2-3 грамма, это будет ловля крупной ставриды с лодки на некрупные пилькеры и так называемый наш русский джиг на крупную резину, имитирующую малька по хорошей такой 30-35 плюс ставриде. Естественно, это будет ловля горбыля на довольно тяжелые оснастки на дальних расстояниях. Я думаю, что эта палка с легкостью совладает со всеми поставленными перед ней задачами. На сегодняшний день она стоит, по-моему, в районе что-то 7-8 рублей, это не совсем дешевый вариант, но кому интересно, мое мнение, что эта палочка для моря является отличным универсалом за свои деньги, она применима во многих ипостасях, я думаю, она людям подарит достаточное количество положительных эмоций, то есть я бы такую палку для моря и для наших крымских условий по преснякам советовал, вот прям советовал. Спасибо за просмотр, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все новости и новые видео, выходящие на моем канале. Увидимся на водоеме! Субтитры сделал DimaTorzok